Он сидит там как царь и говорит, я Диану прощаю, это же просто так глупо. Ой, не хочу об этом говорить, я вообще вот не хотела бы, он говорит... Сергей Семенов, отсидевший год в тюрьме за изнасилование Дианы Шурыгиной, стал героем программы Прямой Эфир. Встретится ли он с Шурыгиной, а также первое интервью Дианы, по этому поводу ты увидишь в этом видео. А сейчас поставь всего один лайк, ведь мы уже начинаем. Всем привет, вы на канале Ютуб Тренды. Весь скандал вокруг истории с Дианой Шурыгиной начался год назад. Тогда на волне хайпа она снялась в пяти выпусках передачи «Пусть говорят». Рейтинги были настолько высокие, что первый выпуск попал в топ-10 самых популярных передач за год. После долгого молчания Диана все-таки решилась дать интервью по поводу освобождения Семенова. Вот что она думает. Он сидит там как царь и говорит, я Диану прощаю, это же просто так глупо. И он просто, наверное, уже сам поверил в то, что он этого не делал. Ну, человек просто плохой. И поэтому, может быть, работать в каком-нибудь детском доме, чтобы он был добрее и уважительно относился к людям, детям, девушкам. Если он раньше вышел, значит он, не знаю, до конца все понял. Шурыгина считает наказание для Семенова слишком мягким. Год. Он отсидел всего год, это мало. Он ничего не осознал. Возмутилась она. Нравится игра на фоне? Поздравляю, ты созрел для World of Tanks. За пять минут боя ты переживешь больше эмоций, чем в других играх за час. В описании я оставлю для тебя бонусную ссылку. Когда зарегаешься по ней, получишь крутой премиум танк в подарок. А если ссылка вдруг не работает, отключи на время отблок. Ни для кого не секрет, что весь этот позор на ток-шоу приносит главным героям большие деньги. По слухам, за новые выпуски гонорары подняли вплоть до миллиона рублей. А что остается? Если не заплатишь, то герои шоу уйдут на соседний канал. Мама Шургиной была не рада новой шумихе, так как хейтеры мешают им жить. Я не понимаю, при чем тут родители? И как бы начали вот это все вот на мою сестру, на семью, на маму, на пальп, папу. В машине прокололи колеса. Итого, что же известно на данный момент? Уже закончили съемки шоу прямой эфир, ведущий которого Андрей Малахов. В съемках приняла участие семья Сергея Семенова. Диана Шурыгина не пришла на эфир, так что уже скоро у Сергея будет своя минута славы. И он расскажет, как все происходило на самом деле. Даже последнее слово в суде по бумажке читал написанное. Я не знаю, как бы что он сможет там сказать. В комментариях пиши, что ты думаешь по поводу этой истории. Будешь смотреть выпуск Семеновым? Мы узнаем что-то новое или же это завязка очередного сериала Андрея Малахова? Шурыгина не осталась в стороне. В своем инстаграме она вымогает лайки с подписчиков. Обещает дать свою реакцию по поводу этих новостей. И главный вопрос на сегодня. Будет ли Диана посещать ток-шоу? И встретится ли она с Сергеем Семеновым? Смысл? Какой смысл в том, что ты привлекла общественность? Вот привлекли, сидим, обсуждаем, похлопаем, разойдемся. Завтра, послезавтра пойдет и сделает то же самое. Какой урок! По слухам, Шурыгина все-таки придет на прямой эфир. Но уже в конце месяца. Также появились новости о том, что якобы Диана появится в Пусть говорят. Сам Сергей не желает встречи с ней. А ты бы хотел с ней встретиться или нет? Нет. Не думаю, что я хотел бы с ними встретиться. Если их все-таки посадят в одной студии, то можно смело сказать, что деньги решают все. Пока Семенов сидел в тюрьме, гонорары за свои интервью он отправлял в детский дом. Сейчас же он примерил себя в роли блогера, создал свой ютуб-канал. А каждое его интервью стоит денег. Сложно его упрекать в этом, ведь судимостью будет сложно устроиться на нормальную работу. Посмотрим, как будут развиваться события. Но я надеюсь, он не зазвездится как Шурыгина, и мы побыстрее распрощаемся с этим инфоповодом. Будет ли Николай Соболев на эфире? Блогер на своей страничке ВКонтакте сообщил, что не собирается принимать участие в этом шоу. Но по приезду домой из отпуска обязательно сделает обзор на прямой эфир. Хорошее решение, ведь по сути это дешевый хайп. Надеюсь, его все же приглашали на шоу. А то отказываться, не имея приглашения, это уже забавно. В общем, я знаю, что ситуация с Шурыгиной всем надоела. Но год назад у Сергея не было возможности отстоять свои права. Посмотрим, что из этого выйдет. А я напоминаю, что сейчас ты видишь игру World of Tanks. Качай ее бесплатно и ломай, взрывай, разрушай все, что попадется тебе под руку. Ссылка с подарком ждет тебя под этим видео. Кстати, в прошлом ролике я просил делать репост. Спасибо самым активным. Передаю вам большой привет. Ты тоже можешь попасть в следующее видео. Сделай репост этого видео ВКонтакте с хэштегом прямой эфир. И жди следующего видео. Также я обещал, что 10 человек получат от меня приз. Итоги будут в понедельник в нашей группе ВКонтакте. Не забывай ставить свой царский лайк. Подписывайся на канал. Будь в тренде. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok